Двунадесятый праздник Рождества Божьей Матери, открывающий круг церковных торжеств, отметили в Нарвской епархии Эстонской Православной Церкви. В деревне Алай-Э в Рождество Богородицком храме состоялась литургия архиерейским чином. В этой деревне, которая до 20-го столетия носила русское название Олешница, церковь была построена еще в 19-м веке. О праздничном богослужении подробнее наша балтийская коллега Юлия Шершнева. По традиции с архипастерским визитом храм посетил преосвященнейший владыка Лазарь, епископ Нарвский и Причудский. В этот день в храме Рождества Пресвятой Богородицы совершалась архиерейская служба. Собралось очень много гостей, присутствовали и официальные лица. Владыки сослужили настоятель храма Протерей Иаков Мецелу и клирики Нарвской и Причудской епархии. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы установлен Церковью в IV веке и является первым из двунадесятых праздников, открывающим круг церковных торжеств, поскольку церковный год начинается 14 сентября. В своем архипастерском слове владыка Лазарь призвал всех неустанно укреплять свою веру и дух молитвами к Причистой Матери Божией. Дорогие отцы, братья и сестры, позвольте всех вас еще раз сердечно поздравить с престольным праздником нашего храма, Рождеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Всем вам, дорогой отец настоятель, дорогие отцы, братья и сестры, желаем душевного спасения, телесного здравия, особенно отцу настоятелю несения пастырского креста, и вам, дорогая отец настоятеля, желаем Господа Царицы Небесной помощи Божией в вашем нелегком несении пастырского креста. Пусть Господь Царица Небесная помогает вам, укрепляет вас. Настоятель храма отец Иаков поздравил всех присутствующих с великим праздником. Обращаясь к владыке Лазарю, он от своего имени и имени прихожан поблагодарил его за визит и архипастерскую молитву и пожелал терпения и сил в его непростом служении. И сегодня мы очень чувствовали близость Бога, милость Божию, покров Царицы Небесной. И сегодня, владыка, совершили божественную литургию с таким высоким молитвенным чувством. Мы молились, благодарим совместную молитву, которую мы совершили сегодня в праздничном литургии. И также просим и молим Господа, и Матерь Божия, чтобы Господь укрепил и Матерь Божия, и все угодники Божия на вашем архиерейском служении. Храни вас, Господь, на многое благое лето. И спала пяти Господа, дорогой, уважаемый Господь. Спаси Господи, отец Настоятель, спаси Господи, отцы братья и сестры. Всех вас храни, милосердный Господь, на многое и благое лето. После божественной литургии состоялся крестный ход вокруг храма Пресвятой Богородицы. Для Мунья, например, значит очень многое. Такое вот побыв в церкви, такое какое-то чувство легкости, ну и какое-то настроение праздничное. Ну, вот знаете, это нельзя сказать словами, это просто нужно почувствовать. Для меня очень большой, великий день, потому что сегодня день рождения Матери Божией. Для меня эта радость большая очень. Конечно, я радуюсь, не могу даже. Рождество Божьей Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства дьявола. Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божье, Царство Истины, Благочестия, Добродетели и Бессмертной Жизни. Матерь Божья является и всем нам по благодати Матерью и Милосердной Заступницей, которой мы постоянно прибегаем с иновним дерзновением. Редактор субтитров А.Семкин